Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я не включила искусственное освещение. Мне вообще не нравится картинка. Потому что, естественно, освещение уже не то, потому что у нас постоянно дожди. Но да ладно, ничего. В этот раз пусть будет так. Уже неохота что-то таскать. Ее стынет. У нас сегодня лахмаджун. Даже 4 штуки. Здесь у нас айран. Я его просто обожаю. Это не молоко. Многие, когда видят у меня в кадре айран, почему думают, что это молоко. Всем, кто кушает приятного аппетита, также очень хотела попросить вас. Всех тех, кто смотрит мой канал без подписки, пожалуйста, подписывайтесь. Это реально очень важно для любого блогера. Даже если число просмотров не будет увеличиваться, все равно, когда увеличивается число подписчиков, это для нас очень приятно. Поэтому подписывайтесь. Я беру петрушку. Кладу вот сюда. Что творится у нас, это, конечно, нечто. Новости все переполнены, естественно, последними событиями. У нас в который день были ужасные дожди. И в один день, когда я снимала для вас мукбанг в машине, столько осадков выпало. Это просто ужас. И люди, а точнее два человека, задохнулись в туннеле, где они были вместе с машиной, никак не могли машину вытащить из этого туннеля. В общем, два человека погибло, представляете, в 21 веке. Ужас, конечно. Все паблики делятся этой информацией. Все в шоке от того, что так ужасно работает канализационная система. Просто дело в том, что у нас такое бывает крайне редко. Поэтому люди не ожидали этого всего. Еще очень интересно, в каком состоянии у нас дом в деревне, потому что у нас дом находится прямо в яме. Я не преувеличиваю. В деревне нет канализации. Вот один раз у нас было такое, что прям вот по пояс дома была вода. А сейчас даже в Баку в частных домах, в некоторых районах по пояс просто вода. резко такое количество осадков, которые никто не ждал. в моей квартире на балконе начала капать вода. Поднялись наверх. А сосед сверху говорит, причем здесь я. Очень странно, что с потолка капает, а это вода, которая попала туда каким-то странным путем. Хотя это не последний этаж. Вот там тоже надо кое-что починить. но там, знаете, ну фигня, в общем. Ничего сложного. И вот в такие моменты ты понимаешь, как хорошо, что у тебя не частный дом. И обязательно дома надо строить что-то цокольным этажом. 4-5 кубиков выше. Просто ладно, где-то там в глуши, но когда в городе такое происходит. А еще у нас страна ждет костей. Кости будут в шоке. Как правильно? Коп. 29. В этом году будет у нас. А у нас здесь просто фонтаны везде. Еще у нас, когда дождик, у всех такая паника. Такси сразу подорожало. Все дорожает. Лахмаджин это блюдо из турецкой кухни. Его мы приготовили сами. А то я сразу начала говорить не на ту тему. Я его приготовила просто на лаваше. Взяла обычный покупной лаваш. Конечно, для него отдельно делаю тесто. Но получилось у меня один в один, как продаются в турецких ресторанах. Впервые я попробовала. Когда училась в школе в 10 классе, когда только переехала. Я когда жила в России, нигде не видела лахмаджин. На лаваш натирают жареное мясо, лучок, зелень, красный перец. Сверху кладут петрушку, поливают. Забыла, как называется. Лимоном. Короче, нам теперь страшно ехать в деревню. Страшно, что там произошло. Вроде как соседи говорят, все нормально, все обошлось. Просто почему-то все соседи находятся выше нас. То есть, мы в самом углублении. и в тот день, когда у нас было наводнение, то есть, у нас прям весь дом был в воде, а у них, а у них ничего, у них все нормально было. Поэтому не факт, что все прошло бесследно. Это надо ехать, надо смотреть. Я, наверное, буду снимать для вас влог. Дом тоже, естественно, старый. Нуждается в ремонте. Точнее, этот дом не нуждается в ремонте. Этот дом нуждается в том, чтобы его снесли и построили новое. То есть, его ремонтировать как-то бессмысленно. Некоторые в комментариях спрашивают, почему мы не делаем там ремонт. Все очень просто. Ремонтом просто не отделаешься. его нужно сносить и строить новый. А построить новый дом стоит очень больших денег. Не только денег, время, силы, нервы. поэтому пусть пока стоит. Все равно мы на постоянной основе там не живем. И постоянно там жить не собираемся, только летом. Буквально на неделю. В этом году вообще мы там очень мало времени не пробовали. Вообще, если сравнивать квартиру, например, однокомнатная квартира и строительство дома. А если ты дом строишь, ты маленький не построишь. То есть, если строить, это не будет какая-то собачья будка, там, понятное дело. Надо хотя бы двухэтажное 100 квадрат, 100 снизу, 100 сверху, это 200 квадрат. просто часто мне в комментариях пишут, там какие-то советы. Ладно, там новый дом не можете построить. Неужели нельзя сделать ремонт старым? В позапрошлом, по-моему, или в прошлом году было землетрясение, там появились трещины, было наводнение, там есть сырость. Вообще, обязательно нужно строить дом с цокольным этажом, как я говорила сегодня, ранее. Поэтому очень много недочетов, которые можно исправить только тем способом, чтобы построить новый. А даже просто снести этот дом стоит тоже очень дорого. нам просто сказали сумму, в которую можно просто снести. Понимаете? Еще стройка это не просто вот ты сидишь в городе, у тебя там где-то что-то строится, ты это никак не контролируешь, да стройте как хотите. Если ты строишь дом, ты должен это все дело контролировать, а желательно находиться там. Поэтому даже не знаю, когда там что-то будет. Я особо ничего не планирую. Я сегодня впервые нанесла консилер. Обычно я его никогда не наношу. И посмотрите, как ужасно получилось. насмотрелось видео бьюти-блогеров как правильно наносить консилер. И все, поняла, я тоже могу, я тоже это сделаю. Я вам, кстати, поближе не показала, вдруг вы никогда не пробовали. но это самое обычное мясо, кусочки мяса пожаренные и на лаваше. Точнее, наверное, не на лаваше, а на кусочке заплетается. Сегодня я буду делать себе ноготочки, переделывать, потому что с этими ногтями я проходила 32 дня. мне они очень нравились и ничего у меня не откололось. Все держится просто замечательно. Никаких проблем нет, просто мне немного надоело. Ну, естественно, отрасли я не сборвал. Уже очень длинные, а я не могу с длинными ногтями ходить. Хотя мне очень нравятся crazy дизайны, очень длинные ногти. И, в принципе, я сама себе могу нарастить супер длинные, просто потом как с ними ходить. Я даже лимитарно в телефоне печатать не смогу с такими ногтями. А кто-то даже работает. Есть мастера ногтевого сервиса, у которых супер длинные ногти, они еще умудряются с этими ногтями делать кому-то дизайны. Но это, в общем, не моя стихия. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. И самое главное подписываться. Это реально для меня очень важно. Для вас очень много контента. Пока.